Глава Самары Елена Лапушкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. 22 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в городской администрации. Основанием для отключения отопления является среднесуточная температура наружного воздуха за последние пять суток от 8 градусов и выше. Когда батареи перестают нагревать, объявляется старт подготовки тепловых сетей к зиме. В общей сложности на их обновление перед отопительным сезоном 2021-2022 годов потрачено около 2,9 млрд рублей инвестиций. Это на 1 млрд рублей больше, чем планировалось. Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в 2020 году в ценовую зону теплоснабжения, так называемую «альтернативную котельную», пишет телеграм-канал «Вести с Дворянской». Администрация Красноглинского района напоминает в своем телеграм-канале, что до 27 апреля в поселке Управленческий по адресу Сергей Лозо, том 11, кабинет 25, организован пункт оказания помощи гражданам, желающим принять участие в акции «Бессмертный полк» по сканированию и оцифровке фотографий родственников участников Великой Отечественной войны. Сдай макулатуру, спаси дерево. Администрация Ленинского района рассказывает о всероссийском экологическом марафоне. Он построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры. Борются за максимально высокое место в зеленой рейтинговой таблице области, выявляя самых активных граждан, достойных звания эко-героя. Победители акции награждаются ценными призами. А наш телеграм-канал «Самара ГИС» сообщает, что запускает новый проект «Российская студвесна. Возвращение к истокам». Самара – город ярких людей, смелых творческих экспериментов. Родина всероссийской студенческой весны. 30 лет назад именно на берегах Волги фестиваль объединил молодежь всей страны и стал культовым. Знакомство зрителей с людьми, ставшими участниками и идейными вдохновителями фестиваля, телеканал начинает 22 апреля.